я сэйдафанди кодбиси сирруху я взываю к тебе помоги мне когда мы будем проходить по мосту сиррат помоги мне на мосту сиррата когда мы будем или отвечать за нас мункару и на киру когда будем на лесах взвешивать Суфисты верят, если вступить в тарикат, то этот тарикатский шейх будет присутствовать в четырех местах, когда душа Мюрида покидает тело, чтобы отогнать от него шайтана. Также будет присутствовать в могиле, чтобы ответить за тебя ангелам Мункару и Накиру. А ты будешь молчать, также в судный день, чтобы ответить за тебя перед Аллахом. И на мосту Сират поможет тебе перейти мост и войти в рай. Доказательство этому высказывания самих суфистов. Я хочу вам привести только один маленький эпизод. В книге Фаджруль Мунир Ахмад Рифаев пишет, что шейх присутствует и помогает Муриду в четырех самых опасных местах. Первый – при отделении души. То есть это самое опасное место, которое даже великие овляи, у них разрыв сердца получается из-за того, что они боятся, что будет плохой конец. То есть Сул Хатим отводит, чтобы этого не было. Там присутствует вместе с ним шейх. Второе – в могиле при допросе Ангела Мункара и Накира. Тоже вы знаете самые опасные места. Третий – при переходе через мост Сират. Вот там тоже. И четвертый – при взвешивании своих деяний. И пожалуйста, человек у себя спросит, ему в этих местах помощь нужна? Если нужна, пожалуйста, сегодня у нас есть кому обратиться за помощью. У нас есть кому обратиться за помощью. Естественно, тот, кому нужно обращаться за помощью – это их суфийские шейхи. В Астрахане похоронен самый большой суфийский мафиози Махмуд Афанди. И Саид Афанди со своими большими. Имеется в виду большими по объему животов. Муридами ходят толпами на могилу Махмуда Афанди, чтобы просить у него помощи в этих четырех опасных местах. Вы только посмотрите на этих многобожников, как они смиренно стоят перед могилой Махмуда Афанди. Даже Саид Афанди смиренен, чем перед Аллахом, когда совершал намаз за шесть секунд. Усатый мушрик тоже пришел просить у Махмуда Афанди помощи. Саид Афанди Саид Афанди. 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 Вот так эти суфисты надеются на милость своих шейхов больше, чем на милость Аллаха. Просят у шейха то, на что способен лишь Аллах, и верят, что устазы помогают в этих местах. Также они говорят, что этот Махмуд Афанди, который похоронен в Астрахани, спустя 30 лет после своей смерти, присутствовал на похоронах другого суфистского шейха в Саудовском Аравии в городе Джида. Об этом рассказывает имам Муфтията Шамильского района. Муфтията Шамильского района. Муфтията Шамильского района. Муфтията Шамильского района в городе Джо, в здесь, из этих городе в городе Джида, и во вскрове областей, в основном ускорен, и за текущей армии, похоронит, и во двор. Субтитры делал DimaTorzok Поистине имамы фикха и тасауфа делают шафаат своим последователям. Они присматривают за ними, когда душа покидает их тело, во время допроса Мункара и Накира, во время воскрешения, отчета, взвешивания деяний, прохода по мосту Сыраб и не забывают о них ни в одном из этих мест. А вот духовные наставники, могут ли они помочь своим последователям после смерти? Если мы посмотрим на мнение, на высказывание тех людей, которые были сами полноценными муршидами, сами были полноценными наставниками, шейхами, если мы откроем их книги, то они нам прекрасно отвечают на этот вопрос. Имам Шаарани Гудесосыру в своей книге «Мизану-ль-Кубра» в 65-й странице он раскрывает этот ответ и говорит Мы упомянули в книге «Аджвибат» относительно ученых факихов и суфиев, что упомянули? Ученые факихи и суфии Всем им будет дана возможность заступаться своим последователям Они будут находиться возле каждого из них во время выхода души Когда будет идти опрос ангелов Мункара и Накира этому умершему Когда будет воскрешение, когда будет собирание в Арасате, когда будет идти в допрос, когда будут завершиваться плохие и хорошие деяния, и когда будут проходить Мост-Сират И эти фукахаи, эти суфии, они не будут отвлекаться от своих последователей ни в одной остановке Да что ты, черт побери, такое несешь Эти сказки опровергает даже их же авторитетный шейх Рамазан Аль-Бути Сегодня есть люди, которые полагают, что если они будут иметь связь со своими шейхами То есть шейхами тариката То для них все легко и нет для них никакого страха Они верят, что к ним явится их шейх перед смертью В предсмертный час напомнит им об Аллахе Также они убеждены, что к ним явится их шейх, когда их будут допрашивать в могиле два ангела И шейх подскажет им ответы на их вопросы Разве об этом говорится в каком-нибудь аяте священного Корана? Конечно же нет Разве об этом говорится в достоверном предании, которое до нас дошло от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма? Клянусь Аллахом, нет этого Если бы это было правдой, то посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма Был бы более достойным явиться к нам и подсказать нам ответы на вопросы в этом сложном для нас испытании Но разве посланник Аллаха, мир ему и благословение, говорил об этом? Твои деяния, вот что спасет тебя Мы этого тупые, больные, дебилы, мы не можем это понять Некоторые суфисты как-то пытались отмазываться, но не получилось И когда, например, говорят, вот, поведи нас по мосту Сырат Это означает, чтобы, как я понимаю, эти слова могут означать, чтобы этот человек, этот шейх и так далее Нам помог стать такими, которые пройдут через мост Сырат Вот, и когда, как я уже говорил, когда мы просим Любую просьбу, например, пусть, чтобы нам помогли, например, при допросе Мукара на Кира Чтобы помогли при переходе через Мусырат, там имеется в виду, как я понимаю, чтобы помогли нам стать такими, которые пройдут через Мусырат Помогли нам стать такими, которые смогут ответить на вопрос Мукара на Кира Самое интересное, что этот ученик Рамазана Аль-Бути рассказывает эти сказки местным зеленым тюбетейкам Хасан Устаров продолжает Впустаз это тот, кто находится с Мюридом и заботится о нем в четырех обстоятельствах Первое, когда душа покидает тело Второе, при допросе Мункара и Накира Третье, при проходе по мосту Сырат Речь идет о духовных аспектах, а душа не ограничена Четвертое, при взвешивании поступков на весах деяний Конец слов Одна праведная женщина рассказывала, что она шла к своему шейху Абдурахману Аль-Асави Куды-Сюрю И один всадник из жалости к ней взял ее вещи и положил на коня, а затем покинул ее Через какое-то время она встретила еще одного всадника Он посадил ее на коня и немного подвез, затем тоже покинул ее Она немного прошла пешком и встретила еще одного всадника Его конь разволновался, испугавшись ее, и всадник упал с коня Встав, он рассердился и сказал ей гневно Что теперь, люди ходят как волки? Она ответила ему шутя Когда ты идешь как курица, тогда я буду идти как волк, сынок Она сказала ему это в шутку, чтобы его гнев прошел, и его сердце смягчилось Затем она дошла до устаза, переночевав у него, она решила вернуться обратно в свое селение Но задумалась и немного опечалилась Когда устаз увидел ее состояние, то сказал Не бойся, я рядом, когда ты приходишь и когда уходишь Также буду рядом с тобой, когда будут забирать твою душу, чтобы отогнать шайтана Также я буду рядом с тобой, когда два ангела будут задавать вопросы Ты будешь молчать, я буду отвечать Затем он сказал ей все, что случилось с ней и всадниками И сказал, был же я и тогда с тобой Она была праведной и набожной женщиной Абдурахман Хаджи из Асаба Это учитель Хасана Афанди Кахибского Он прямо говорит, что будет помогать в этих четырех местах Если шейх говорит своим юридам такое Это является неопровержимым доводом тому, что он даджаль В этом нет никакого сомнения Ну вот суфисты, слушайте, что говорит ваш же шейх Который подтверждает, что тарикат Саида Афанди Который передается от Абдурахмана Хаджи Который является даджалем из слов Аль-Бути Что соответственно дагестанские шейхи, лжешейхи, раз их путь передается от шарлатана Итак, мы продолжаем читать Третий Бурдж и дошли до слов В Аль-Аджуба Аль-Марвия имама Шарани сказано В судный день будет 50 мест стояния То есть где будут вести допрос Сначала, когда люди выйдут из своих могил Они будут стоять тысячи лет И устаз не покинет своего мюрида, пока не обучит доводу В этом будет помощь устаза Затем люди соберутся на Махшаре И будут тысячи лет стоять там А сам устаз по дешеру продолжает И устаз не покинет своего мюрида, пока не ответит за него Затем будет мост Сырат Устаз не покинет мюрида, пока не поможет ему пройти по мосту Посмотри, брат мой, какую пользу приносят устазы своим мюридам Есть даже такой случай, когда ангелы Мункар и Накир Не пришли в могилу, когда суфийский шейх пришел отвечать за мюрида Сегодня некоторые горе имамы, заблуждения начинают отрицать наличие в дагестанском суфизме Такие убеждения, то что шейх помогает в этих местах Я привел высказывания самих суфистов, чтобы они потом не отмазывались Помощь в этих местах, это известный факт в суфизме, которую невозможно отрицать И один из смыслов вступления в тарикат, это как раз таки помощь шейха в этих местах Музыка 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 В суфизме есть такое лицемерие, как в шиизме, когда они скрывают свои убеждения. На публике они говорят одно, скрывая в то, во что верят и отрицая это, а среди своих подтверждают в то, что верят. Например, на видео шейха Рамазана Аль-Бути они ответили следующим образом. На публике они говорят, что у них нет такие убеждения, и тут имеется в виду, что шейх помогает нам стать такими, что мы сами можем ответить ангелам или перейти мост Сират, то есть шейх в этих местах не присутствует. А среди своих суфисты говорят Рамазан Аль-Бути обладатель явных знаний, то есть он знает только то, что есть в Коране и в Суне. А шейхи тарикатов знают еще и сокровенные знания. В доказательства они приводят известных хадис истории Хидра и пророка Мусы, мир ему, где Хидр сделал дыру в лодке и убил мальчика, а пророк Муса, мир ему, который не знал, для чего он это сделал. То есть Рамазан Аль-Бути, он как и Муса, мир ему, который знал только явное, а тарикатский шейх, он как Хидр, который знает скрытое. И таким образом они оправдывают ересь своих шейхов, что якобы Аллах дает им скрытые знания об этом их шейхам, как это дал Хидру, а Рамазану Аль-Бути дали только то, что в Коране и в Суне. Оправдывая своих лжешейхов, суфисты с одной ямы попали в другую, ведь из этого вытекает, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение тоже не знал. Если бы он знал, то он обязан был, как посланник Аллаха, доносить до нас, а не скрывать послание, что не подобает пророку. Ведь суфисты, говорят, тарикат исходит от самого пророка, мир ему и благословение. И как получилось, что он не знал, а ваши шейхи знают. А если он знал, покажите хадис от пророка, где он об этом говорит. Если бы это было правдой, то посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, был бы более достойным явиться к нам и подсказать нам ответы на вопросы в этом сложном для нас испытании. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Перед наступлением конца света среди моих последователей появятся люди, которые будут рассказывать то, чего не слышали ни вы, ни ваши отцы. Остерегайтесь их».